В соответствии с целями национального проекта «Демография», направленным на содействие занятости безработных граждан, в Славянском районе ежегодно растет количество субъектов малого предпринимательства, а также создаются дополнительные рабочие места. Предприниматели с помощью государства воплощают свои идеи в жизнь. Об одном из таких примеров мы расскажем в нашем репортаже. Для каждого современного города нужны специальные заведения клубного типа, где можно в кругу своих друзей провести время приятно и с пользой. Популярность подобных мест отдыха, известных как «Антикафе», возрастает. И для начинающего предпринимателя открытие такого заведения вполне может стать основой успешного бизнеса. Идея «Антикафе» появилась у Олеси Бризовой не случайно. Она работала в сфере общественного питания, училась, искала свою точку приложения сил. И увидела, что в городе для подростков и студентов не так много развлечений. Есть здесь незанятая ниша. И детям, и подросткам негде провести время. И мы решили, что было бы очень здорово открыть что-нибудь такое, где дети могут не только поиграть в компьютеры, в приставки, но и посидеть, поиграть в настольные игры, как-то развиваться, скажем так, не по нынешнему направлению, что все у нас завязано на телефонах, на гаджетах, а вот более культурно проводить время. Поэтому мы решили все-таки открыть «Антикафе». Изучив рынок и целевую аудиторию, Олеся Призова выбрала локацию, написала бизнес-план проекта. Квалифицированная консультация специалистов отдела инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом администрации Славянского района послужила отправной точкой для будущего предпринимателя и позволила получить единовременную финансовую помощь. После подписания договора с Центром занятости населения и получения госпомощи, можно было приступить к закупке оборудования и оформлению интерьера «Антикафе». Мы получили поддержку от Центра занятости, субсидия, которая я оформляла где-то 3 месяца, подготовка была у меня. Я написала быстрый бизнес-план, прошла, соответственно, комиссию и мы смогли открыть. То есть я защитилась благополучно и все получилось у нас. Всю мебель, технику мы приобрели всю, кроме кофемашины. Ну, соответственно, хорошая сумма была у нас 307 тысяч. Олеся Призова уверена, что не нужно бояться нового. В преодолении трудностей нарабатывается драгоценный опыт. Она убедилась, что под лежачий камень вода не течет. Стоит проявлять инициативу. Где-то нужно получать опыт. И я считаю, что лучше всего человек учится на своих ошибках. Мы вот тоже пока работаем, у нас бывают такие моменты, что трудности у нас возникают. Тем более у нас семейный бизнес, мы с мужем занимаемся ведением бизнеса. Тяжеловато бывает, но это опыт. Не стоит бояться, нужно пробовать. Иначе просто сидеть, сложа ручки и ждать, когда что-то у тебя получится. Такого не бывает просто в этой жизни. Поэтому нужно стремиться, ставить цели перед собой и идти к ним. Открылась антикафе совсем недавно, но уже уверенно смотрит в будущее. Есть планы увеличить штат сотрудников, расширить ассортимент игр, предоставлять место под проведение праздничных и развлекательных мероприятий. Мы с мужем мечтаем построить хороший, крепкий бизнес. Сейчас антикафе у нас является нашим маленьким бизнесом, который приносит нам просто счастье. Мы рады, что у нас есть это заведение. Мы вкладываем в него душу. Конечно, мы не собираемся останавливаться на этом. Мы будем расти, будем совершенствоваться, придумывать что-то новое. И я думаю, что в итоге мы сможем продержаться не просто полгода, а как минимум лет 10 точно. Вот такое антикафе вполне успешно работает в Славянске-на-Кубани по адресу улица Красная, дом 47. Самое главное, что тут постарались сделать, найти постоянных посетителей, которым будет интересно проводить здесь время. Такая форма досуга востребована славянцами. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа События.